Но я хотела бы немножко вернуться к хронологии событий и рассказать вообще, потому что некоторые нас смотрят, и они не очень понимают, о чем идет речь. И как к ним относится этот процесс? Хорошо, я об этом скажу. Давай вначале я расскажу немного о хронологии событий. То есть после того, как Мухтар Аблязов вышел из тюрьмы во Франции, выиграв процесс по экстрадиции, он объявил публично о новом создании движения ДВК. Когда-то в прошлом, в 2005 году, партия ДВК была запрещена как экстремистская. То есть такие обвинения уже существовали в лексике правоохранительной системы Казахстана. То есть ничто не ново под луной. В 2017 году Аблязов объявляет о создании движения ДВК, которое становится очень популярным. Конечно, власти пугаются, и уже в марте 2018 года движение ДВК запрещают как экстремистское. Причем это происходит вот в этом вот Есельском суде, которое уже стало просто по аналогии с российским басманным судом уже именем нарицательным, как признак отсутствия правосудия в Казахстане. Ну, так вот, этот Есельский суд секретным решением, без участия представителей ДВК, принимает решение о запрете ДВК как экстремистской организации. Хотя ДВК в то время существует только, можно сказать, онлайн и не зарегистрирован в Республике Казахстан как общественная организация, либо партия. В марте 2018 года его запрещают. Позднее активисты создают новое движение, оно называется уже Коще Партиеса. Что делают власти, потому что они видят, как партия Коще становится популярной среди людей, как много людей, много активистов объединяется вокруг лидеров этого движения. Она объявляет в марте уже 2020 года, она объявляет Коще, ой, в мае, да, спасибо, в мае, она объявляет Коще экстремистской организации. Но не просто она объявляет Коще экстремистской организации, они делают какую-то такую формулировку. Да, они говорят о том, что ДВК трансформировала в Коще, и на самом деле это одна организация, и, соответственно, Коще запрещено как экстремистская организация, как ДВК. Опять-таки это происходит по требованию Генеральной прокуратуры, без участия другой стороны, без участия представителей Коще Партиеса. Что делают люди, которые создали это движение, которые или считают себя членами этого движения? Они, конечно, хотят, как участники процесса, подать апелляцию на такое секретное решение, вынесенное в нарушение действующего законодательства Казахстана. Они подают апелляцию. И что им делает судья? Судья отказывает им в апелляции, говоря, что они не являются членами этого движения, что они не являются стороной, они не представляют интересы ни Коще, ни ДВК. То есть им говорят, ребята, идите, вы вообще не имеете никакого отношения к этому, это наше внутреннее дело. Хорошо. Но что происходит потом? А потом их всех начинают преследовать. Их начинают преследовать как членов экстремистской организации по статье уже 405 Уголовного кодекса. И организаторов. И организаторов, да. То есть вы понимаете абсурдность, что они не являются стороной, представляющей эту организацию, но они в то же время являются как бы главными лидерами и участниками и в этой вот экстремистской организации, запрещенной организации. Юридический нонсенс. Но потом самое интересное происходит уже в суде, когда люди, обвиненные в участии в запрещенной организации, по которой есть решение, что они не являются ее членами, потому что им отказали в апелляции когда-то, они не могут получить само решение, где вообще описывается, что является признаком экстремизма, и за какие такие действия Коще запрещена, и почему она является трансформировавшейся ДВК. То есть они не могут получить это решение, но это абсолютный, абсолютный абсурд. И знаете, это уже до такой степени абсурд, что кто смотрел заседания, которые выкладывались в прямом эфире, когда записывали заседания над вот этими активистами, адвокаты уже были... Они говорили, они делали свое ходатайство, заявляли о том, чтобы им предоставили эти решения, решение о запрете ДВК и решение о запрете Коще. Но судья это просто игнорировал, просто игнорировал. Это невиданная вещь. Адвокаты говорили, ну мы не можем защищать наших клиентов. Продолжение следует...